Привет! С вами программа Культфьюжн, ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Какая же это прекрасная летняя пора? Особенно для детей. Ходишь, развлекаешься, гуляешь, катаешься на велосипеде, веселишься с друзьями. Вот я себя вспоминаю, как же было это классно. Ну где же детство, почему-то ушло. А давайте спросим, вообще хотят ребятишки в школу и в детский сад? Соскучились ли они за это время по ним? Соскучился по детскому саду? Да. Я уже хожу в школу, но садик для меня это было самое приятное. Я не хотела уходить, но мне пришлось. Кстати, съемочная группа программы Культфьюжн сейчас находится в ЖК Новый Город. Буквально через неделю здесь откроется новый детский садик. О его удивительной, развлекательной и уникальной образовательной программе мы сейчас узнаем у специалистов. Пойдемте скорее! Детский развивающий сад Art Family впечатляет с первых минут пребывания в нем. Светлый, просторный и оборудованный всем, что так необходимо ребенку. Самое важное – индивидуальный подход к каждому малышу. Группы малочисленные по 15 человек. В метре от сада – современная площадка для прогулок. Она оборудована самыми интересными игровыми зонами. Везде установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, мамы и папы могут видеть все происходящее в режиме онлайн в приложении с телефона. Именно так должен выглядеть идеальный детский сад для вашего малыша. Официальное открытие Art Family 20 июля. В программе праздника – презентация нашей образовательной программы, развлечения для детей, розыгрыш ценных призов и подарков, а также сладкие угощения. Количество мест ограничено. Запись по телефону. Приходите к нам в гости. Мы ждем вас в новый развивающий детский сад Art Family. Безмятежность Средиземноморья. Ароматы специй и приправ. Лучшие традиции греческой, европейской и русской кухни. Купи с мастерством поваров и радушием персонала. Ждут вас в кафе «Греция», которое расположено в центре Твери на Молоколамском, 29. Здесь можно заказать проведение банкета любой сложности. В уютном зале кафе «Греция» комфортно себя чувствовать будет до 65 персон. Стоимость банкета от 1000 рублей на одного гостя. Расстановку столов, сервировку и праздничное меню вы можете выбрать сами. В зависимости от тематики предстоящего торжества, количества гостей и развлекательной программы. Дни рождения и юбилеи, корпоративные банкеты, камерные свадьбы в узком кругу самых близких и родных или пышные свадебные гуляния. Кафе «Греция» вам рады всегда. Телефон для справок 58-79-12. Мы всегда в поиске самых интересных развлекательных и культурных площадок нашего города, где мы можем повеселиться, по-развлекаться и, конечно, узнать для себя что-то новое. И киноконцертный зал «Панорама» готовит нам самую интересную развлекательную площадку, которая откроется уже в сентябре этого года. Арт-директор ККЗ Светлана Шепет расскажет о всех предстоящих концертах, которые начнутся уже скоро. Добрый день, дорогие друзья! В эфире вновь культфюжен, и я продолжаю знакомить вас с программами киноконцертного зала «Панорама» будущего сезона. Это встреча с уже полюбившимися исполнителями, а также звездами российского культурного пространства. Совсем не за горами. 4 октября на сцене киноконцертного зала «Панорама» Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который в этом году отмечает свое 40-летие. Как я уже говорила, принципы существования легендарного товарищества музыкантов незыблемы. На первом месте по значимости были и остаются, помимо высокого исполнительского мастерства, человеческие качества. По-моему, именно в этом кроется ответ на вопрос, почему же столь долго этот замечательный коллектив радует и радует своих зрителей и поклонников высоким искусством. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. Оркестр продолжает напряженную, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование «Виртуозы Москвы». Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня. От множества других камерных оркестров его отличает прежде всего истинно высокая европейская культура ансамблевого исполнения. Яркий артистизм, любовь и уважение к пришедшей на концерт публике. В репертуаре «Виртуозов Москвы» последнего времени появились программы, исполняемые без дирижера, в которых сам оркестр является лидером музыкального процесса. В их числе пьецола-гала, парад солистов, времена года, где звучат произведения Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского и Астара Пьецолы. Для нас, как говорят маэстро Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа искусства, которое, по выражению Павла Пикассо, смывает пыль повседневности с души. Приятным сюрпризом станет то, что солировать на концерте будет замечательная певица, актриса театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, приглашенная солистка Большого театра России Надежда Гулицкая. 13 октября долгожданная премьера концертной версии рок-опер Хоакина Мурьетте. Премьера рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьетте» по мотивам произведения Пабло Неруда в 1976 году стала звездным часом для всех ее создателей, и для композитора Алексея Рыбникова, и для Марка Закарова, и для всех актеров и музыкантов Ленкома. 17 сезонов подряд шел этот мюзикл в Ленкоме и всегда при полных залах. Впервые со сцены Большого официального театра звучала рок-музыка. Образы Александра Абдулова, Николая Караченцева, Любови Матюшиной стали эталоном, а «Сонг прощай» – полноценным поп-хитом. Выпущенный в 1978 году двойной альбом «Звезда и смерть Хоакина Мурьетте» занял первое место в хит-параде лучших громзаписей. В 2008 году Алексей Рыбников реанимировал в своем театре рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьетте» с участием известных современных рок-музыкантов, что явно говорит о нацеленности на главного героя – мексиканского легендарного Робина Гуда, наверняка вымышленного персонажа, но остающегося, как миф, наравне с Че Геварой. Мы увидим новую концертную версию, по сути, рок-концерт, на котором время пролетает незаметно. Я видела Хоакина в театральном зале Московского международного дома музыки. На последнем бисе «Прощай» зрители устроили актерам абсолютную овацию, которая продолжалась достаточно долго. Это здорово, что Хоакин вернулся на концертные площадки России. И особенно приятно то, что киноконцертный зал «Панорама» один из первых принимает концертную версию знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». Особенно важно то, что исполняться эта концертная версия будет актерами Государственного театра Алексея Рыбникова. Как я уже сказала, будущий концертный сезон киноконцертного зала «Панорама» полон сюрпризов. И уже 18 октября на нашей сцене король рок-н-ролла Денис Можуков. Это российский пианист, певец и композитор, рожденный играть и петь традиционный рок-н-ролл, буги-вуги и ритм энд блюз на международном уровне. Именно так, как это и следует делать по самым высоким классическим стандартам. Во всем мире его называют российским королем рок-н-ролла. Денис – уникальный музыкант, способный на своих концертах раскрыть не только целую рок-н-ролльную эпоху 50-х, а также боги-вуги 30-х, ритм энд блюз 40-х, кантри 60-х и множество стилей и жанров, рожденных в те золотые для становления музыки времена. Важно отметить, что Денис Можуков – первый и единственный музыкант из России, который записал несколько композиций на легендарной студии Sun Records в том самом легендарном месте рождения рок-н-ролла. В середине 20-го века здесь записывались Элвис Пресли, Дженни Кэш, Джерри Ли Льюис, Би Би Кинг и другие легендарные музыканты. Каждое выступление Дениса Можукова гарантированно создает публике отличное настроение и заражает людей положительными эмоциями. И я так думаю, что для всех зрителей киноконцертного зала «Панорама» это будет безусловно приятным сюрпризом. 9 ноября у нас в гостях одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Алена Сверидова – это популярная артистка, песни которой давно любимы миллионами слушателей. Ее репертуар включает в себя множество настоящих хитов, и эта певица уже давно не нуждается в представлениях. Наша героиня не раз получала премию «Золотой граммофон», пробовала себя в новом амплуа, представ перед зрителями в качестве ведущей реалити-шоу «Гарем», которое было очень популярно. Алена Сверидова – российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, член Союза писателей Российской Федерации, заслуженная артистка Российской Федерации, одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Кажется, уже нечем удивить поклонников. Ан нет. Сверидова становится одной из самых ярких участниц популярного телевизионного шоу «Три аккорда». Алена просто всех очаровала. И вновь лучшие хиты, и стопроцентные шлягеры. Ну а сейчас давайте насладимся творчеством, посмотрим новый клип юного дарования Стефани Петраковой. «Три аккорда» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 по имени Квентин Бэк, более известный под псевдонимом Мистерио. Теперь Человеку-пауку придется вступить в неравный бой с невероятно хитрым и опасным соперником. Чтобы уравнять шансы и сменить имидж под новую обстановку, он использует очередной стильный костюм. Однако существует большая вероятность, что оппонент окажется не один и преподнесет неожиданный сюрприз. Фильм доступен к просмотру зрителям старше 16 лет. Ты все равно не справишься. На этом наша программа заканчивается. Ну а я пошла искать самые интересные культурные события, о которых обязательно расскажу вам в новой программе. Пока-пока!